СПОРТ ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПЛАМЯ Клуб стал бесспорным лидером спортивного движения в области. В нем воспитан первый чемпион СССР и первый мастер спорта международного класса Валерий Фадеев. В 1964 году в Липецке создается водная станция. Интересный период, конечно, был, когда начал работать тренером по академической гребле, там была строительство самой водной станции, это было все впервые, все новое. Ну, со временем, благодаря администрации области, помогали. В тот период гребли в Липецке не было вообще, понятия не имели вообще люди о том, что длинные лодки, и ты плаваешь на реке еще. Ну, через какой-то период появились первые результаты, появились и сборные России, и сборные союза людей. Ну, естественно, самый яркий момент в моей жизни был, это когда появились мне первые мастера спорта. Я к этому, конечно, стремился, было огромное желание, чтобы пошли результаты. И когда мне выполнили, заняли второе место на Пенце, в тот период еще, вот, двойка безрулевого, для меня это, конечно, было событие. Но затем были еще мастера, были еще чемпионы. 1968 год строится велотрек на стадионе ЛТЗ, спорткомплекс «Динамо». В том же году в Липецке открывает двери дворец спорта с плавательным бассейном «Спартак», первый на территории области закрытый плавательный бассейн. Чуть позже – дворец спорта с плавательным бассейном спортклуба «Новолипецк». В 1969 году начинают работать спортивный комплекс Елецкого завода тракторных гидроагрегатов, спортивный комплекс Елецкого элементного завода. 1970-й – Становлянский спорткомплекс, спортивный корпус Лебедянской детско-юношеской спортивной школы. 1971 год – лыжная база Новолипецкого металлургического комбината. В 1968 году Союз спортивных обществ и организаций СССР ликвидируется и передает свои функции вновь образованному Комитету по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР. На основании постановления Совета министров РСФСР решением Липецкого облсполкома от 21 января 1969 года был утвержден состав Комитета по физической культуре и спорту при облсполкоме. Комитет осуществлял руководство развитием физкультуры и спорта в области и был ответственен за их дальнейшее состояние и развитие. Разрабатывал совместно с Советами добровольных спортивных обществ, государственными и общественными организациями перспективные планы мероприятий по развитию физкультуры и спорта и организовывал их выполнение. Они ведут всю работу в области. Вся плановая работа, все планирование исходит от них, от управления физкультурой. А все мероприятия, массовые спортивные мероприятия, которые проводятся в городе, тоже они планируют, они, в принципе, и проводят все эти мероприятия. Потому что, ну как и везде функционеры, они везде есть. И администрация, так они и у нас есть. Без них невозможно будет работать.